Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в гостях у Светланы Самойловой. У самого рая и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так и петрость наша, смеется хитро, месяц нам в окно. Маша чай мне наливает, а в зоре ее так много обещает. У самого рая и моя Маша, прикуску чай пить будем до утра. КОНЕЦ Теперь настало время рассказать об этом самоваре. Известного заводчика Баташова пропутешествовал из Красноярского края, был в Вологде и потом оказался в конце концов в Арсаках, в моем доме. И когда мы были в экспедиции, то нам хозяйка дома, где мы ночевали, подарила этот самовар. Вот она говорит, я хочу, чтобы он просто у вас был как память, продолжал радовать вас и ваших гостей. И мы действительно часто его ставим, шишками топим и очень вкусный чай получается. И вот этот уголок прекрасный, где иван-чай цветет, а дальше кустики-брусники, березы, находятся как раз при входе в дом. Здесь по всему участку вот такие вот лесные уголки. А это вот орех маньчжурский. Орех маньчжурский. Необыкновенный орех. Здесь и черника есть. Вот брусник уже начала созревать. Все учились. В Московском университете леса, бывший лестехнический институт. И поэтому, ну вот у нас к природе такая вот тяга. Скоро сетку я собираю шишки. Шишечек варить чуть-чуть. Потом скажу. Это вы шишки для самовара сейчас собираете? Да, я собираю шишки. Самовара я и моя Маша. Прикуску чай пить будем до утра. Удобно на своем участке иметь еще и шишки для самовара. И, кстати, у меня в связи с этим есть такое воспоминание. Мы когда-то в детстве приезжали на дачу Корнею Чаковскому. И для того, чтобы войти к нему на дачу, огромнейший был самовар. Нужно было обязательно взнос такой. Это принести надо было шишки. Мы бежали в лес, собирали шишки и вот приносили. В основном участок. И хотя это, опять же, всего 4 сотки. Но у вас на этом участке, в общем-то, есть все понемножечку, да? И малина есть, да? И малина, и смородина. Но основная все-таки часть отдана лесу. А это у вас лесная мята здесь, да? Да, это вот кусочек лесной мяты. Но она сама выросла, да? Да, она выросла сама и как-то размножила. А есть? Очень много лесной землиники. Я собираю по килограмму. По килограмму? Чистой лесной землиники. Ой, слушайте, как здорово. Действительно, эти склоны, они же нагреваются очень быстро. Здесь всегда тепло. И рано-рано вот у вас, ну, вообще, конечно, красота. Ой. А, вот у вас малинка здесь? Да. Ага, еще есть. Есть еще малинка. Она долго, еще много будет ее. Ой, сколько же у вас барвинка? Да. Как много. Это золотая корона, которую я сняла уже. Причем они уже сами распространяются без моего участия. У меня вообще растения подбирают для участков, которые растут при любых условиях. Поливаешь ты их, не поливаешь, пропалываешь, не пропалываешь. Какое красиво у вас здесь окошко. Это баня у вас, да? Да, это именно баня. Как она приятно скрипит. Салон. Понятно. А это веники ваши. Это мои веники. Понятно. Которые я выготавливаю. С моих берез. О, как хорошо. Вам далеко даже ходить не надо. Все у вас. Ягоды при вас. Это при вас. Все при вас. А вот я у вас хотела спросить. Вы стихи стали писать, когда работали в Третьяковской галерее, да? То есть картины на вас так подействовали, что вы... Я стала писать стихи. Потому что у вас же несколько сборников вышло, да? У меня есть сборник, в котором моих несколько стихов. Спасибо большое, Светлана, за ваш рассказ и покажется вашего участка. Сад уникален. Его даже назвать садом нельзя, потому что это скорее лесной уголок. До свидания. Русское раздолье, милый край родной, Ты волнуешь сердце, ты всегда со мной. Белые березки, желтые поля. С детства, дорогая русская земля, Ты ласковая песня, Ты моя любовь, моя мечта. Дождь, мороз и ветер, летом и зимой, Ты всегда прекрасен, край любимый мой. Я горжусь, Россия, что рожден тобой, Что навеки вместе я с твоей судьбой. Ты ласковая песня, Ты моя любовь, моя мечта. Запад на востоке был для нас мечтой, Мы не понимали истины простой. Где б ты не родился, Родина одна, Где б не находился, Родина нужна, Ты ласковая песня, Ты моя любовь, моя мечта.